Здравствуйте, меня зовут Дарья. Хочу сразу предупредить, я вас не вижу, потому что тут свет в глаза, поэтому я буду абстрактно смотреть в зал и стоять близко к микрофону. Как вы видите, я хочу вам рассказать про квадратные уравнения. Это, наверное, одна из самых популярных тем школьной математики. И просто чтобы напомнить, что это такое, вот это уравнение А, Б, С — это какие-то буквы фиксированные, Х — это переменная. Задача решения квадратного уравнения — нахождение корней, то есть таких Х, при которых это уравнение обращается в ноль. И задача решается вот таким образом. На первом этапе мы находим так называемый дискриминант. Я помню, когда я была маленькая, в 4 годика купалась в речке, это был тест такой на то, замерзла или не замерзла. Мне родители говорили, скажи дискриминант. Если я могла сказать, то я могла дальше купаться. А если вот... то, значит, вылезай и грейся. Значит, дискриминант. Зная А, Б и С, мы находим вот такую вот штуку, Б квадрат минус 4А, С, извлекаем из этого корень. Ой, вернее, извините, что попало, сказала. Не извлекаем корень. Дискриминант без всякого корня. Б квадрат минус 4А, С, заговорилось. А потом уже, когда мы ищем корни, мы их ищем вот по такой формуле. Минус Б, Б — это вот это вот число, плюс-минус как раз корень из дискриминанта, который без корня. Тут ошибка у меня. И делим на 2А. Самый популярный вопрос, который я слышу на своих занятиях от студентов, зачем это надо? Зачем считать корни квадратного уравнения? Ну, расскажу, откуда взялась эта задача. Задача, которую решали от начала вообще наших дней. Вот когда мы говорили с Кириллом про мою лекцию, он говорил, что, может быть, рассказать, откуда вообще числа взялись и так далее. На самом деле числа ниоткуда не взялись. Они были, ну, как бы вот, как человек видел рядом лошадь, давал им название лошадь, точно так же вот эти объекты, числа, он ими оперировал, дал им название. То есть это никакое не открытие, то есть никто не открывал числа. Они были просто нужны для того, чтобы пересчитать там, ну, не знаю, хотя бы детей в своей семье. И потом, ну, не знаю, на каком этапе, но, по крайней мере, вот глиняные таблички, которые сохранились, они нам говорят, что в древнем Вавилоне занимались замерами земли вокруг Эфрата. И, в частности, вот они решали задачу такую. Вот просто пример вам привела. У нас есть, ну, приблизительно прямоугольный участок земли. Известна его площадь, 55, ну, чего-то, каких-то единиц, неважно каких. Известно, что одна сторона на 6 единиц меньше, чем другая сторона. Задача — найти длинную сторону. То есть, ну, все эти задачи, они возникали, естественно, при дележке земли. Может быть, у кого-то из вас есть дачные участки, и там время от времени приходят, люди с измерителями замеряют ваше участок, говорят, а вот здесь вы забор немножко далеко поставили. А потом приходит сосед и говорит, вот это моя береза, а вы тут садите свои грибы. Ну, в общем, поэтому вот это все очень насущно, понимаете? Мы в этом мире живем до сих пор, как и в Вавилоне жили, и они все время делили эти территории. Народу было, конечно, поменьше, чем сейчас, но все равно. Ну, и так, каким образом они решали эту задачу? Смотрите, что они делали, какую интересную вещь. Они брали вот эту длинную сторону. Вот здесь вот эта шестерочка, они ее делили пополам. То есть мы знаем, что короткая сторона на шесть чего-то, там, не знаю, локтей, метров, километров меньше, чем длинная. Шестерку разделили пополам и отрезали два кусочка по три штуки. То есть у нас получилось, что вот здесь вот стало х-6, вот здесь вот, и вот это квадрат. Квадраты очень давно научились люди извлекать, и даже были такие таблицы квадратов. То есть как у нас есть таблицы синусов и косинусов, у них были таблицы квадратов. То есть зная число, можно было там в табличке посмотреть квадратный корень из этого числа. Ну так вот, то есть получается, что у нас есть квадратик и два одинаковых прямоугольничка. Один прямоугольничек, вот этот вот, заштрихованный, переставляли вот сюда вниз. Получалась вот такая штука. То есть смотрите, квадратик и два одинаковых прямоугольничка. Теперь что остается сделать? Остается вот этот вот квадратик заполнить, мы знаем его сторону, она 3, ну опять же чего-то, неизвестно чего. И получается опять квадрат. То есть мы свели задачу к квадрату. И теперь каким образом нам найти этот наш неизвестный х? Ну, новая площадь, смотрите, она получилась из старой площади, вот эти вот три кусочка, плюс новый кусочек, который, его площадь равна 3 в квадрате. То есть получилось, что вот эта новая площадь, это 64. С другой стороны, новая площадь, это у нас квадрат вот этой стороны. Правильно? Потому что это квадратик. Было х-6, приставили 3, стало х-3. Все, теперь уже легко найти. Наше х, оно находится, вот эта штука, это равно 64. Мы извлекаем из нее корень, получаем х-3. Ну и теперь, чтобы найти х, мы должны к этому корню, из вот этой величины, прибавить троечку. Вот мы нашли, это 11. И все задачи с площадью, они решались вот таким образом. То есть они брали этот прямоугольник, отрезали от него кусочек, приставляли, дополняли до квадрата, получали какой-то результат. То есть фактически все более-менее одинаковые задачи, они решали геометрически. Что произошло дальше? Ну, понятно, что вот эта задача, ну, может быть, непонятно, но я скажу, а вы мне поверите. Эта задача сводится к решению квадратного уравнения как раз от того, с которого мы начали. Более того, естественно, ни о каких х и минус, ну и вот этого обозначения квадрата, тоже речи не шло. Все задачи, которые были на тот момент, они все выражались словами. Не было никаких переменных, не было никаких констант, ничего не было. Все выражалось словами. Я чуть-чуть позже вам покажу в общем виде, как это получалось. И эти задачи, решение квадратного уравнения, которые имели прикладное значение, вот такое вот с площадями, примерно в восьмом или девятом веке в Багдаде на территории современного Ирака. Кого там географа тут нет, да, тоже удаляйтесь из зала, как просил Александр, чтобы я не соврала. Ну, в общем, на территории Багдада жил такой мудрый человек. У них была так называемая Академия наук, по-нашему Академия наук, у них это называлось Дом мудрости. И вот он был как раз председателем этой Академии наук, Аль Харезми. От него он написал очень важную книжку. В этой книжке он как раз привел общее решение квадратных уравнений. И с ним и с его книжкой связаны два очень важных слова, которые мы сейчас используем в нашем лексиконе. Во-первых, его книжка, она начиналась словами «Диксит алгоризми». Ну, алгоризми — это латинизированное произношение его имени, Аль Харезми. Диксит алгоризми, значит, сказал вот этот вот как раз Аль Харезми. И от этого имени произошло слово «алгоритм». То есть то, что мы выполняем по определенным правилам, чтобы достичь результатов, вот от этого как раз председателя Президиума Академии наук Ирака происходит. Так вот, книжка, которую он написал, вот у нее название. «Китаб Аль Джебр Валь Мукабала». И от этого названия, ну, тут есть подсказка, конечно, но вот это вот «альджебр», от этого происходит наше слово «алгебра», которым мы с вами пользуемся. И вот там, в этой книжке, там были разные задачи. Там, в частности, были задачи о наследстве, еще какие-то. Но главное содержание, ну, с моей, естественно, точки зрения, это то, что там в общем виде приводилось решение квадратных уравнений. Квадратные уравнения, они делились на разные типы. Вот посмотрите, вот еще раз вам напоминаю, что не было никаких букв. Во всей книжке ни одной формулы, одни слова. То есть слова, вот словами выражались вот эти вот формулы. Смотрите, АХ квадрат равно БХ. Х — это корень, который мы ищем, да, то есть за Х стоит корень какой-то. Вот квадрат равен корню, то есть вот такого типа квадратное уравнение, одно. Квадрат равен свободному члену, другого типа уравнения, ну и так далее. Я не буду все их зачитывать, это скучновато. На самом деле, вот почему у нас одно уравнение? Понятно, что можно просто все эти уравнения записать как АХ квадрат плюс БХ плюс С равняется нулю. То есть перенести вот это сюда, например, влево. Будет АХ квадрат минус БХ. С — ноль, равно нулю. На самом деле это объяснялось тем, что он не мог использовать отрицательные числа. За это сжигали на костре, в общем, и так далее. Отрицательные числа еще в те времена считались ересью жуткой. Поэтому ему нужно, чтобы все числа были положительные. Поэтому вот это вот простое уравнение, оно делилось на шесть категорий. И корни тоже он искал только положительные. То есть смотрите, вот что произошло, почему так важно вот это вот общее решение квадратного уравнения? Оно важно, потому что до этого у нас были практические задачи, которые решались каким-то способом, в данном случае геометрическим. После этого у нас есть задача, которая решается математическими методами, но ее можно использовать в любой жизненной ситуации. И на самом деле квадратные уравнения, несмотря на свою простоту, они встречаются повсюду. Вообще просто повсюду, вокруг нас. Мы все окружены квадратными уравнениями. Физики не дадут соврать, физические процессы очень многие описываются квадратными уравнениями. Траектории полета, квадратные уравнения и так далее. Вот я взяла пример с потолка, чтобы показать вам, что они вокруг нас. И, значит, это история про Руни и Роналду. У меня тут есть шпаргалка, потому что я в футболе не сильна. Взяла просто какой-то комментарий к какому-то матчу, не знаю даже к какой давности. Играла команда Манчестер Юнайтед. Надеюсь, что вы знаете. Руни и Роналду. И вот там была такая фраза. Великолепный навес с фланга выдал Руни на Роналду, и тот головой отправляет мяч в сетку. Что бы это ни значило, я утверждаю, что Роналду, который принял мяч, он вообще беспрерывно, бегая по полю, решает квадратные уравнения. И вот почему. Смотрите. Вот у нас есть уравнение, которое описывает движение мячика. Ну, это одно из уравнений Галилея, оно классическое, не я его придумала. Вот такое уравнение. У и В — это скорости. У — это горизонтальная составляющая. То есть вот, кто тут у нас, Руни, значит, мячик пинает. Он придает ему горизонтальную скорость и вертикальную скорость. Ну, потому что не по прямой, а с навеса. Великолепный навес с фланга. Значит, горизонтальная составляющая, вертикальная составляющая. Здесь есть ускорение свободного пандения. Х — это расстояние от Руни до Роналду. То есть Роналду должен знать, где он должен стоять, чтобы принять мячик от Руни. А Y — это высота мяча над уровнем поля. Вот в конце передачи. Не знаю, почему тут стоит скобочка, видимо, улыбочка. Не знаю, что там такое я хотела поставить. Значит, смотрите, Роналду, он знает возможности Руни. То есть он знает, с какой скоростью он отправляет мячик в воздух. Горизонтальную составляющую, вертикальную составляющую. Ускорение свободного падения всегда одинаковое. Ну, а Y, ну, сейчас скажу. Ну, предположим, мы просто возьмем какие-то с потолка числа. Пусть у нас горизонтальная скорость — это будет 20, вертикальная — 10. Ускорение свободного падения округлим до десятки. Физики всегда так делают. Приблизительно. А вот Y — это, смотрите, это высота, на которой он должен принять мячик на голову. Ну, я посмотрела в интернете, рост Роналду — метр восемьдесят пять. Простите, пожалуйста, а где в этой формуле судья? Он на мыле уже там где-то. А, хорошо. Это означает, что я уже должна закругляться, да? А, ладно, простите. Ну, так вот, он же должен немножко присесть, наверное, чтобы отфутболить мячик головой в сетку ворот. Поэтому метр восемьдесят считаем. То есть, вот смотрите, мы просто подставили вот эти все Y, V, U. Ну, получилось, если тут вот все аккуратненько привести, домножить на, привести к общему знаменателю и так далее, получается вот такое квадратное уравнение. То есть, Роналду должен в уме решить вот это квадратное уравнение, чтобы определить, на каком расстоянии он должен стоять от руни, чтобы головой отправить мячик в сетку ворот. Ну и все. Мы же знаем с вами формулу. Вот она, я вам ее писала в самом начале. Ну, если все посчитать аккуратненько, получается 36. Ну, опять же, не знаю, чего там, метров, локтей, в чем он измеряет. То есть, получается вот доказательство того, что мы беспрерывно используем квадратное уравнение в нашей жизни. Ну, шутки шутками, но на самом деле, вот что я хотела сказать и что я пыталась донести до вас. На самом деле, самое важное открытие в математике, возможно, что это даже не квадратное уравнение, возможно, это не десятичная система счисления или двоичная система счисления для создания программистских кодов. Самое важное — это когда мы переводим рассуждение на абстрактный уровень, когда мы умеем решать абстрактную задачу. То есть, мы фактически перевели математику на такой уровень, который будет решать все задачи. Все задачи, какими бы разными они ни были. То есть, вот на этом примере одно квадратное уравнение, его решение в абстрактном виде, оно дает решение всех задач к нему сводящимся. Это все. Спасибо. 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 Спасибо.